Сегодня я расскажу вам, что такое гомеопатия, почему она не работает, почему кажется, что она работает, почему не стоит никому верить даже мне, нужно все проверять, и почему не стоит на это тратить ни свое время, ни свои деньги. Но перед тем, как я вам расскажу, у меня очень тяжелая неделя, я очень плохо засыпаю, есть хороший в аптеке посоветовали препарат, что тут пишут, мирно выражена садатым надея, засыпаю я очень плохо, поэтому... Начали бы с противопоказаниями, а вот там доз работает. Ну что тут доза это? Двадцатого доза, одна таблетка. А сколько в пачке? А как они называются? Не скажу, будет реклама. Двадцать таблеток. Вот видите, я сейчас подумаю, что я фарм-пред. Все, теперь можно работать. Если меня не вырубят, я вам немного расскажу о гомеопатии. Да, 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 да. Так, вы видите, здесь. А, итак, этот медведь как бы намекает, почему нет, собственно. На самом деле, в своей практике я достаточно часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда люди вообще не знают, что такое гомеопатия. Вот, врачи не знают, студенты не знают, коллеги не знают. Есть такой педиатр, Харьковский доктор Комаровский, может кто-то знает, кто-то смотрел передачу. Специфический мужик, можно относиться к нему по разному, но даже он говорит, что 95% его коллег думают, что гомеопатия это фитотерапия, то есть это препараты христианин. Когда готовился дизер, когда я увидела вот эту картинку, я даже не буду скрывать, меня немного бомбануло, блин, потому что тут какие-то листики нарисованы. Можно было просто сделать стакан пустой, и это было бы намного лучше, потому что гомеопатия это... мы ничего. У каждой лекции должен быть смысл. Почему я это делаю? Во-первых, потому что большинство людей действительно не знают, что это. Что-то корешки какие-то, вроде работают, но не знаю, какая-то там медицина. Во-вторых, незнание порождает совершенно конкретные социальные последствия. Незнание того, что Земля крутится вокруг Солнца, приводит только к тому, что человек просто попадает в неловкую ситуацию в разговоре. Ну, блин, не знаю, плохо в школе учился. Незнание, например, что такое гомеопатия, приводит к совершенно конкретным вещам. То есть человек тратит деньги на то, что не работает. Человек не верит официальной медицине. В худших ситуациях человек не излечивается от своего заболевания, оно хронизируется, растягивается на годы. И вот это вот маркебесие нужно как-то убирать. Это вторая причина, почему я это делаю. Потому что я не хочу, чтобы люди тратили время, деньги на то, что не работает. Надо, если можно, есть шанс вложиться в то, что действительно работает и вам поможет, нужно делать это в первую очередь. Вот это вот, это всё последнее время. Ну и, конечно же, бабло. Мой любимый мотив. Он всегда работает. Столько денег, сколько тратят фармкомпании на гомеопатию. Они же очень дорогие, если кто-то пользуется. Кстати, кто проживался когда-нибудь? Понимаете, пожалуйста. Ни как. Ни как. Ни как. Я присоедусь и копейки расплыва, никто ничего не любит. Насчёт пустуды. Итак, да, отлично. Это очень интересно. Что же, собственно, такое? Это тоже второй повод для Бомбалейла. Я даже не знаю, как картинку сюда вставить. Ты просто, блин, молекулы какие-то. Что сюда прицепить? Что такое гомеопатия? Гомеопатия – это, первое, альтернативная медицина. Это важно. Это не стандарты лечения. Она не входит никогда. Нету никаких нормальных мировых рекомендаций для лечения гомеопатии. Может быть, она в некоторых странах рекомендована как дополнительная терапия. Последние статуты ВОЗ не рекомендуют гомеопатию для лечения, в частности, инфекционных заболеваний типа простуды. Это очень важно. Это альтернативная медицина, это мы выяснили. Которая в своей сути использует разведение в очень больших цифрах веществ, которые в нормальной концентрации вызывают у пациента те же симптомы, на которые он жалуется. Человеческим языком. Если человек приходит к врачу и говорит, гомеопату, меня постоянно тошнит, вот всё, у меня такая проблема, блин, не могу. Гомеопат ему назначит препарат, который в нормальной концентрации вызовет у него тошноту, но назначит его в таком безумном разведении, что он сработает как лечение. Вот такие вот постулаты гомеопатии. Вкратце, это называется первый стол. Лечение подобного подобным. Может кто-то когда-то слышал. Насчёт лечения подобного подобным, этот принцип выдвинул ещё Гиппократ, то есть это ещё до нашей эры, более 2000 лет назад. Тоже придерживался его, в частности, Парацельс, но отцом гомеопатии считается такой товарищ. Эй, эй, зависла. Вот, вот. Христиан Фридрик Самуэль Ганнеман. Очень такое интригующее, мне кажется, на этой картине выражение лица. Ганнеман, человек, который в конце 18 века, учился он сначала в Лейпциге, потом в Вене на медицинском факультете, закончил университет, совершенно талантливым был студентом, знал очень много языков, постоянно учился. И его тогдашние методы лечения не устраивали. То есть он был шокирован. Что тогда было, конец 18 века? Прижигание, ртуть, сулема и кровопускание. Ему это вообще не нравилось, ему приводило это в шок, то есть этому не было никакого обознавания. И он начал эксперимент. Как настоящий экспериментатор, он начал эксперимент из себя. Тогда малярию уже начинали лечить хинином. И я не знаю, что у него было, может быть, плохой день, он ничего не придумал лучше, чем сначала пожрать хинина самому. То есть он был здоровый человек, совершенно, и он взял хинину в тему дозировку, которая использовалась для лечения, и у него наступила горячка, рвота, и ему стало плохо. То есть он вошел в состояние больного человека. Потому что малярия, это периодически появляющаяся горячка, рвота, и вот это вот состояние несостояния слабости. И он подумал, стоп, если этот препарат в такой большой концентрации, которую ему дают больным, у здорового человека вызывает такие же симптомы, то может в малых дозах он может лечить. Он начал уменьшать дозу и получил эффект на больных полярии. Почему? Как? Никто не знает. Он написал 5 трактатов, он это все обосновал, он ввел принцип лечения подобного подобным, и сейчас он считается отцом гомеопатией во всем мире. 6 трактат его вышел уже посмертно, в котором он описывал, уже тогда знали молекулярную физику, уже немного были вот эти вот зачатки, что есть какие-то частицы, есть какие-то молекулы, и он чем дальше, чем старше становился, дожил он, кстати, до 88 лет, чем старше он становился, тем больше он разводил эти препараты. И в своих последних работах он писал о том, что чем больше разведения, тем лучше это работает. Это сейчас тоже рулит гомеопатией, буду позже об этом говорить. И он понимал, что в таких разведениях, которые он начинал применять своим пациентам, уже нету действующего вещества, он уже тогда это знал, оно вроде как работает, вроде как сказать, что я облажался на 88 году в жизни, не сильно классно, являясь именитым ученым, уже имея большое количество последователей, у него было огромное количество пациентов, все считают, вот, это потому что гомеопатия работает, нет, это потому что я прихожу к одному врачу, он мне говорит, мы вам сейчас пустим кровь, и стоит гадом, он говорит, я тебе дам воды попить, ты выздоровеешь, к кому я пойду? Ну, серьезно, это не аргумент. Вот, и он назвал это дух воды, вот он, по-моему, запоминание, короче, он про странные свои формулировки придумывал, но было непонятно, оно вроде как работало уже там по всей Европе последователь, уже завелась шарманка, которую не остановить. Жак Бенминист развил мысль про память воды. Тоже совершенно нормальный, адекватный человек, казалось бы, вроде нормально, в халате, вроде типа, в середине 20-го века, в второй половине, началась очень большая дискуссия между гомеопатами и врачами традиционной медицины, которых называют аллопаты. Вот, презрительно называют гомеопатами. Аллопаты, аллос, это чужеродное лечение чужим, а гомео подобное. Вот, то есть между обычными врачами и гомеопатами ввелась такая вот в статьях научная беспрерывная борьба, потому что уже скакнула очень сильно вперёд в начале 20-го века медицина, уже был пенициллин, уже было вот всё-всё-всё-всё красное культуе, а гомеопатия оставалась на том же самом месте. И вроде как запретить её нельзя, и надо что-то доказывать. Они постоянно там между собой вели какие-то тюрки. В 1985 году господин Бенминист присылает в Nature статью о том, что вода имеет память, и он в своей лаборатории это подтвердил. В Nature все хватаются за голову. Nature, чтобы вы понимали, это очень крутой естественно-научный журнал, также называется журнал нобелевских лауреатов, потому что очень часто, когда там публикуется, после этого человек получает нобелевскую бремя. Вот, они там вся редколедия просто начала рвать на себе волосы, потому что получил он какие-то результаты. Он вводил человеку, а не человеку, в лабораторных условиях и пациентам, своим и животным, в том числе, антигены с постепенно уменьшающейся концентрацией. Дальше будет про концентрацию, всё станет немного понятней. И согласно всем законам физики и химии, если концентрация вещества уменьшается, соответственно уменьшается сила его действия. Ну логично же, логично, химия вся работает, и физика так работает. Он получил, что при уменьшении концентрации вещества ответ то увеличивался, то сохранялся. И когда уже по всем расчётам вещества не было, ответ всё ещё существовал. Организм реагировал на то, что уже давно не поступает. При этом статья была совершенно методологически правильно оформлена, там не было к чему придраться, там был эксперимент, всё было нормально. Вот. И... Снова зависает. Вот этот человек, Джон Мэддокс, это главный редактор тогдашнего журнала Nature, он не смог ему отказать. Он не смог её не опубликовать, у него не было причины ему отказать. При этом весь Nature понимал, что если эта статья выходит, получается какая ситуация. Во-первых, все гомеопаты говорят, ха, мы это два века знаем, оно тебе до нас только дошло. Во-вторых, с ног на голову становятся все законы физики и химии. И это вообще, ну это стопудово Нобелевская премия, это вообще какой-то взрыв мозгов, и все очень ждали, что вот как раз этот товарищ, Джек Гринвинист, он получит Нобелевскую премию. Вот. Они опубликуют эту статью с предисловием от Джона Мэддокса, о том, что он говорит, я не верю в то, что такое существует, и возможно Бенвинист, он действительно пророк своего времени, и смотрит намного дальше, чем мы можем даже себе представить. Вот. Ну вот, такие мы получили исследования. На это исследование откликается такой товарищ, как Джеймс Рэнди, может кто-то о нем слышал. Интересный иллюзионист, сейчас скептик, выступает с лекциями, разоблачает Шарлтанов и всякая мракомиссия. Вот. Он тоже, он совершенно не понимает что, и Бенвинист, вот видя такую реакцию официальной медицины, там ему никто не верит, гомеопаты ликуют, он приглашает спокойно независимую комиссию, говорит, приезжайте ко мне в лабораторию, мы повторим этот эксперимент, при вас вообще нет проблем. Вот. И Рэнди вместе с Мэддексом, еще несколькими товарищами, вот они вдвоем ходили в состав этой комиссии, приезжают, вот, проводят эксперимент по всем записям, так как написано в статье, все смотря на Мэддекс, результаты те же. Шок. Ну, все, мир, мир, переворачивается просто у нас на глазах. Тут совершенно случайно выясняется, что лаборанты, которые делали эксперимент, знают, где антиген, а где чистая вода, а где еще какое-то плацебо разведенное, глюкоза. И это нарушает одно из правил нормального научного исследования. Исследование должно быть двойным и слепым. Что это значит? Экспериментатор и экспериментированный не должны знать, что они принимают. Потому что если оно не слепое, и не слепое с обеих сторон, результаты очень сильно кривят, потому что человек знает, что он держит в руке, он уже ожидает от этого какого-то результата. И вот такое исследование считается не научным. Чуваки сразу говорят, слушай, подожди, а мы сейчас вот все переделаем, но не отвечая твоим критериям, подожди, подожди. Они делают настоящее двойное такое исследование и получают совершенно иную. Это был права. Товарищ племенист, местоожидаемой Нобелевской премии, получил две штуки русских. Одно в 1991 году, за, собственно, открытие базы теории, а вторую в 1998 году, за то, что память воды может передавать информацию по интернету и телефону. Вот такой вот славный конец карьеры ученого. Насчет рейнги я еще добавлю немного, это очень интересный штрих в конце лекции. Тему памяти воды развил вот этот товарищ, его вы можете увидеть, если вы когда-то смотрели такие лекции, типа там, чудодейственная вода, собственно, Масару Эмута, и на его фоне в виде нилба кристалл воды, который говорили слова счастья. Может, вы когда-то об этом слышали, стоят стаканы с водой, одну на одну там не обращают внимания, а вторую говорят там, ты сколочь, ты говоришь, я тебя люблю. И они получаются совершенно разными по своей красоте, по своей чудодейственности. Вот. Все бы было хорошо, и он тоже там, снова поднялась эта шумиха в 2002 году, когда он опубликовал свои результаты, если бы он ее не продавал. Серьезно, чувак, ты продаешь, что съедать надо? Вот, естественно, это тоже не подтвердилось, конечно же, потому что это глухо, как в танке. Итак, мы уяснили, что мир не воспринимает гумиопатию как науку, но давайте сами посчитаем, как я себя чувствую. Лучше, много, блин, не знаю, какой-то кархмал в составе, да? Дает мне знать. Дает мне знать. Что такое число ВГА? Это количество молекул в одном моле веществах. Молекулы воды выглядит приблизительно вот так. Такие ухи. Вот. Это водород, это оксиген. Вот. Число ВГАДРО означает количество вот таких штук в одном моле воды. Один моль воды очень долго объясняют, что такое моль, и вообще это нафиг не надо сейчас. Просто, просто верьте мне. Один моль воды это 18 млитров. То есть, вот такое количество молекул ВГАДРО Вот такое вот количество молекул содержится в 18 мл. ВД. Спасибо, Амадея Магендра, ты очень крутой чувак. В гомеопатии используется разведение. Я в самом начале говорила о том, что слишком низкой концентрации, как это выглядит? Вот я не знаю, видно хорошо или нет. Будет еще вторая фотография. Вот видите? Д3, Д3, Д1, Д3. Вот. Это кодировка гомеопатических разведений. Кстати, цинопсин согласно классической гомеопатии не гомеопатический препарат. Сильно мало разведений. Сейчас объясню. Значит, разведение Д. Это значит, концентрация 1 к 10, то есть одну часть вещества развели в 10 частях воды. Разведение С. 1 к 100. Одну часть вещества развели в 100 частях воды. Есть еще какие-то безумные разведения типа ЛМ, там 1 к 50 тысячам, но это очень редко. Д тоже редко, чаще всего С. Но в чистом виде они в гомеопатии не используются. Настоящая классическая гомеопатия безумное сновосочетание. Ну, просто. Просто. Будем его так говорить. Начинается с Д6. Это значит, что вещество в концентрации 1 к 10 развели 6 раз. Как это выглядит на практике? 1 мл вещества, 9 мл воды. Добавили, помешали, достали. Снова в 9 мл воды. Снова в 9 мл воды. Вот. И с каждым разом получается концентрация уменьшается в 10 раз. То есть это одна молекула на 10 в 6 степени молекул воды. Вот. Это классическое разведение. Вот. Это Д6. Вот с такого разведения, с такой концентрации начинается истинная классическая гомеопатия. Поэтому цинопсин все, это уже не гомеопатия, это пусть они не обманывают нас. Анаферон? Анаферон? вообще отдельно плохо видно. Плохо видно. Плохо видно. И органферон. Спойлер. Грипп лечить не надо. Вообще пустя, что простуда не нужно ее лечить. Лечишь 2 недели, не лечишь 1 эффект. Ну да. Так пройдет за 7 дней, а так за неделю. Не надо. Тут плохо видно, но тут написано Ц200. Что значит Ц200? 1 к 100 развели 200 раз. Классика Ц12. Теперь считаем. Ц12 это 1 на 10 на 24 степени. Примерно. То есть на 112 оно уже на 10 на 24. Число аллогадров. Видите? На 10 на 23. То есть начиная с разведения Ц12 в гомеопатическом препарате нет ни одной молекулы действующего вещества. То есть оно физически, химически уже работать не может. Ц12 это редкость. Вот анаферон, аргоферон. Ц200. Успокой. Ц200. Что такое Ц200? Реконцентрация Ц40. Это 1 молекула на 1 видимую вселенную. Вселенная ограниченное количество атомов. Ц200 это 1 молекула на 10 320 степени видимую вселенную. Кто принимал Азала как цену? Никогда. Боже молодцы. Ц200. Ц200. Знаете сколько стоит? 319. Что тут сейчас? Что можно сказать? Вот где-то здесь ты блуждай. Одна молекула действующего вещества. Я сейчас знаю. Е, вот дела. Окей. Окей. Гомеопаты стали умные. Эй! Эй! Я люблю эту картинку. Гомеопаты стали умные. И когда ты им это все рисуешь они говорят да, мы в курсе. А вы в курсе про память воды? И вот здесь приходит второй столб гомеопатии. То есть, подобное подобным да, зашибись. Но память воды тоже зашибись. Как вы уже понимаете, если памяти воды не существует. Но, даже если предположить, что память воды существует, а ведь гомеопатия она не просто разводится. Вы понимаете, что между этими 200, 12, 40 разлетениями пробирочка трясется и стукается об гомеопатические книжки. Я не шучу. Это написано классическая гомеопатия. Она в голову, в задницу. Стоп. Окей. Допустим. Вот просто сферическое вакууме память воды. Почему вода помнит то вещество, которое в ней трусили, а не помнит мочу динозавра? Вы просто смиритесь опять перед тем, что вся вода, которую мы пьем, я, вы, мама, папа, это когда-то была щава моча. Умные чуваки из Великобритании посчитали, что в одном стакане воды, которое мы выпиваем, содержится как минимум одна молекула из мочевого пузыря Оливера Кромбеля. Почему этот стакан воды? Решают запомнить, не знаю, бывший когда-то успокоен цинк какой-то, типа цинк, а не мочевой пузырь Оливера Кромбеля или Гитлера или этого еще одного Гитлера, который Крым наш. Почему? Почему я не встаю с утра после приема гомеопатического препарата и не думаю, что надо в Сирию везти войска? То есть это вообще не выдерживает такой критики совершенно что это за память воды? Никто не может ответить на этот вопрос. Но мы с вами крутые пацаны А, нет, еще про одного крутого пацана Джейм Фрейм, ты помните, я вам обещала? Бородатый филейка. Он, кстати, придумал вот этот прикол с выпиванием цинкотворного сегативного генетического препарата. Практикует его уже в течение 8 лет перед каждой своей лекцией. Чуть ни разу ничего не было. Он вообще фокусный иллюзионист известный. И он заработал очень много недели. Он может себе позволить развлекаться на старости лет как хочет. Он объявил премию миллион долларов за то, что человек сможет используя все возможные лабораторные методы там спектрофотометр еще какую-то фигню доказать где в стакане гомеопатическая вода структурированная а где обычная. Ну и миллион как вы понимаете я до сих пор никем не востребую. Но это все разголгорствование. Что пишут нормальные пацаны из ПМЕД? Что дальше опираемся на доказательные лица? очень много это исследовалось очень много публикаций это скриншот с ПМЕД самого последнего из того, что есть скажем так нормального адекватного это мета-анализ что такое мета-анализ берется очень много-много-много исследований и статистически рассчитывается то есть исследование большого количества исследований оно исключает намного меньше вероятность ошибиться как-то в этом и намного больше вероятность получить какие-то закономерные данные все последние 2014 года человеческий мета-анализ на людях потому что есть 2015 на животных ну это вообще как-то зашкор вот и там есть специальное публиковое название чтобы там хотите проверяйте вообще никаких проблем чуваки в summary в выводах пишут что результаты очень противоречивы они гомеопатия работает в отдельной стухе но статистически это не достоверно вроде как ничего нового да это как бы каждые 10 лет был в 2005-ом огромный от ланцета разрывной просто мета-анализ который вообще никакой закономерности не выявил до этого все много гомеопатий в мире существует это все бы было классно если бы половиной вот из этого списка второго не были члены британского гомеопатического сообщества они даже сами себе не могут доказать что это работает это конечно очень классно потому что это честно но при этом это как бы нам не правильно вот кстати Жакубин министру еще закидывали что его лабораторное исследование проспенсировала какая-то гомеопатическая фирма в итоге выяснилось что это действительно правда что у нас получается на данный момент не работает с точки зрения физики не работает с точки зрения доказательной медицины не работает с точки зрения ничего почему есть и почему кажется что работает что происходит почему уже больше 200 лет гомеопатия не может доказать свою какую-то нормальную минимальное направление медицины при этом эти 200 лет она существует и никуда не девается первый мой любимый мотив я уже говорила Бабло такие бешеные деньги совершенно крутятся и герметические препараты очень дорогие не все но многие из топовых европейских фирм второе потому что запустилась воронка которую уже невозможно остановить то есть это нельзя так сказать не за человеку который верит в бонус плохо не ошибаюсь так же как нельзя доказать что она не работает и таких людей много и третье я считаю возвращаемся к мотивации социальная проблема если гомеопатия столько лет существует значит в ней есть нужда что это значит существует большое количество плохих докторов аллопатов которые терапия в клинике сидят гомеопат не сидит в поликлинике и они когда не нужно банальный грипп то что я говорила ему не нужно лечить нормальный терапевт должен сказать так окей у вас грипп значит вы должны обязаны на 3 дня взять больничный как хотите сидеть дома значит такое это питье такая это диета все рассказать ни одной таблетки не нужно назначать при гриппе это очень важно и человек такой входит говорит блин что за дебил что мне ничего не назначило я получу налоги он живет на мои налоги он мне не может назначить чтобы я выздоровел он идет к гомеопату гомеопат говорит да конечно конечно я вам назначу гриппхиель за 250 грипп пройдем через неделю я вам отвечаю через неделю все так и выдержит при этом нормальный гомеопат это обязательно дипломированный врач в нашей стране нельзя прицепить табличку на дверь я гомеопат не имея высшего медицинского образования нормальный гомеопат умеет ставить диагноз и если он адекватен он никогда не возьмется лечить пациента с раком с пидом туберкулезом там скарлатиной он правит и скажет все это не мое это боблок вот второй момент как вы думаете возможность предположения сколько длится прием участкового терапевта по нормативам Министерства здравоохранения 15 минут 10 10 минут 10 минут 10 минут после него приказа 10 минут 6 пациентов в час как вы думаете сколько длится прием гомеопата 30 минут тратишь стартует с полутора часов как вы думаете я сижу в поликлинике ко мне приходит человек я его увижу первый раз в жизни за 10 минут я успею его опросить осмотреть спросить что случилось вообще как у него дела выслушать постукать все записать в карточке и записать как ему лечиться гомеопат за полтора часа как вы думаете успеет я думаю успеет еще такой маленький момент дешевле чем 250 гривен в Киеве гомеопата сейчас нет вы терпевту что-то даете когда на 10 минут запретили риторические вопросы риторические вопросы и гомеопат вот что надо сделать чтобы от тебя из кабинета вышли сказали блин он не помог он классный чувак нормальный гомеопат это очень 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 хороший психотерапевт потому что гомеопатия не работает работает психотерапия и психосоматика поэтому говорить гомеопатия нет гомеопатия работает нет а вот у меня сработал не гомеопатия тебя врач взял за ручку и сказал конечно любимый прием гомеопата назначил несколько препаратов и вот такие схемы нарисовать вот здесь 4 крупинки не больше отсчитал 5 засыпать сначала начинать это очень важно вот здесь до иди а здесь а здесь вот откажись второе нормальный гомеопат никогда не назначает просто гомеопатия он всегда корректирует режим у участкового терапевта нет времени спросить а как вы вообще питаетесь сколько вы спите занимаетесь своим физнагрузкам гомеопат должен спросить болит ли у вас мизинец в снег банальности все он должен за эти полтора часа должен вылезать и он корректирует и диету и спорт и работу и все они не понимают что у вас проблемы да вот так это где-то работает на самом деле но почему же есть в этом нужда во-первых потому что некрасиво у нас в стране говорить я сходил к психотерапевту и там моя головная гуна прошла я стала лучше спать я сходила в домеопат он назначил мне классные таблетки в отличии наших дебилов в поликлинике и я стала вообще мне стало так хорошо и сколько ты там сидел ну полтора часа но это не важно вот второе если есть плохие врачи всегда будет нужда вот в таких вот чуваках которые придут возьмут за руку и вылечат хоть как-то помогут и третий самый наверное главный момент почему они существуют потому что пока у нас будут врачи-дураки будут назначать по 25 препаратов на грипп и антибиотики и все-все-все прочее до тех пор гомеопатия будет свистеть потому что хороший гомеопат знает что он может себе позволить вылечить поэтому вы должны знать почему это не работает вы не должны приносить свое бабло фарм компании вы должны прийти рассказать своим родственникам почему этого не нужно вы должны искать себе нормальных врачей не один нормальный врач это кстати всем на замет я имею ввиду аллопат не назначают одновременно гомеопатический препарат и какой-то из фарм препаратов это вот классика это если врач так делает значит он уже получил бабло от фарма фирмы вот как-то так это работает в общем да есть о чем подумать на самом деле в этом все последний очень интересный момент гомеопатия как и любой БАД проходит ускоренную процедуру регистрации то есть для того чтобы зарегистрировать гомеопатический препарат не нужно предоставлять не данные о составе это вообще жесть и не нужно клинических исследований как вы интерактив как вы думаете сколько времени занимает зарегистрировать фарм препарат как лекарственное средство в комплекте 15 минут несколько лет полгода технически технически со всеми документацией чтобы он вышел на рынок 2-3 минуты 7-9 лет в среднем столько он должен прийти следом представляете сколько людей обрет если он работает в эксперименте его вот уже можно отдавать но нельзя вы дадите вот этот работающий он у вас в руках препарат вы пойдете под суд потому что он зарегистрирован знаете сколько занимает регистрация гомеопатии это опыт именно этой страны Украины 3 месяца можно наштамповать у себя в подвале и выпустить это на рынок это неправильно вот напоследок я хочу сказать может кто знает кто это на одном из своих концертов он сказал замечательную фразу это к аргументу для меня братья существует 200 лет если она до сих пор не пропала значит мне что-то если альтернативная медицина работала бы она бы называлась медицина очень просто я желаю вам чтобы в вашей жизни никогда не было повода принимать что-то сильнее чем гомеопатия у меня все спасибо 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 спасибо